Добрый день, меня зовут Людмила Трушкина, я маркетинг-менеджер по защите семян зерновых. Предлагаю вашему вниманию аналитический обзор зернового рынка на февраль 2024 года. Сегодня мы с вами рассмотрим посевные площади, урожайности, динамику внутренних цен, экспортный потенциал, а также сделаем выводы о ситуации на зерновом рынке. Посевные площади в 2023 году заняли 81 миллион гектар, из которых 62% заняли зерновые культуры. И обратите внимание, что яровые зерновые заняли 36%, а зимая пшеница порядка 26%. О чем нам с вами это говорит? О том, что зерновые по-прежнему являются одними из основных сельскохозяйственных культур при формировании севооборотов. И в любом случае нам с вами важно соблюдать баланс при планировании севооборотов. Говоря о динамике основных зерновых культур, мы видим, что азимая пшеница из года в год площади ее менялись. Причиной тому были осложненные условия посевной, плохая перезимовка, но всегда в этих случаях было восполнение данных площадей яровыми зерновыми. Урожайность в прошлом году составила порядка 4,1 тонны на азимой пшенице и на яровой пшенице 2,6 тонны. Это в среднем по стране. В целом урожайность выросла на 7,7%. К чему это привело? А к тому, что переходящий запас зерна России был существенно увеличен. Для статистики, по данным ИКАР, в 2021 году переходящий запас зерна составлял 133 тонны. В 2022 году этот запас составил 173 тонны, чем вызвал фурор на зерновом рынке, потому что это был исторический момент по максимальному переходящему запасу зерна. И в 2023 году мы снова повторили данный рекорд. То есть 171 тонна. Это действительно существенный объем зерна. Основной культурой из данного объема зерна является пшеница. И ее объем с 85 тонн в 2021 году вырос до более чем 110 тонн в 2023 году. Как же повлияли такие переходящие запасы зерна на ситуацию? Давайте посмотрим. Что такое 68 миллионов тонн зерна? А это в первую очередь 52 миллиона тонны пшеницы, что составляет 76% от всего экспорта России. С точки зрения мировой торговли пшеницей 25% занимает Российская Федерация на мировом рынке, что на 3% выше, чем годом ранее. А это достаточно серьезная лидирующая позиция. А куда едет пшеница? С точки зрения географии стран импортеров, здесь ситуация изменилась не сильно. То есть здесь появились те игроки, которые работали с нами ранее, два года назад. И на сегодняшний день российское зерно для них выглядит достаточно привлекательно. Какие требования предъявляют страны к импортируемой продукции? В первую очередь это, конечно же, качество. То есть смотрят на клейковину, на влажность, на число падения, на натуру и на протеин. С другой стороны, это безопасность. Зерно проверяется на мегатоксины, пестициды, ГМО и еще несколько показателей. С точки зрения карантина, здесь необходимо понимать наличие фузуриозов, головневых заболеваний, бодяг, горчак ползучий, амброзии, все виды повелики и повреждения клопом-черепашкой. Данная информация есть в открытом доступе на сайтах Росрехотнадзора и Центра оценки качества зерна. С точки зрения полученного качества пшеницы в 2023 году, здесь мы можем видеть основные показатели, которые были получены на мягкой пшенице на территории Российской Федерации. Белок был выше уровня 2022 года, но ниже 2021 года. Клейковина ниже уровня и 2021, и 2022 года. Натура была на уровне прошлых лет, а число падения выше 2023 года. Соответственно, на качество обращают внимание, особенно при экспорте данной продукции. С точки зрения требований по карантинным объектам, обращают внимание на фузуриоз и на головню. То есть порядка 28 стран выставляют требования по определению фузуриоза на семянном материале. Мы с вами знаем, что фузуриоз достаточно сложный элемент, вредный объект. И для того, чтобы с ним полностью побороться, то есть необходимо в технологии учитывать и защиту семян, качественную, которая точно работает против фузуриоза, и фунгицидной обработки по вегетации, а также работа по колосу. В этом случае можно исключить появление фузуриоза в зерне. Головневые заболевания. Здесь немножко другая ситуация. Для того, чтобы победить головню, здесь необходимо выбрать эффективный препарат для обработки семян. Без качественно выбранного препарата для обработки семян побороться с головневыми заболеваниями уже в пассиве будет невозможно. Поэтому, если вы планируете экспортировать, обращайте внимание на такие вредные объекты. Как можно определить их наличие? Для определения фузуриоза вы можете еще в фитоэкспертизе семян определить наличие патогена. С точки зрения головневых заболеваний, в нашей компании есть сервис, позволяющий определить наличие пыльной головни. С точки зрения экспорта пшеницы, здесь необходимо сказать, что, безусловно, на экспорт влияет изменение экспортной пошлины. В феврале она менялась от 2 до 4 тысяч рублей за тонну. От чего зависит изменение экспортной пошлины? Зависит она, в первую очередь, от мировых цен, которые есть на рынке на момент заключения сделки, а также от объема закупки по самой сделке. И уже есть определенная формула, которая позволяет рассчитать ту экспортную пошлину, по которой будет реализована та или иная партия. Также в феврале было объявлено Центром оценки качества зерна, что в 2024 году будет проводиться государственный мониторинг пшеницы. Как это было в 2022 году поржи, так же и в текущем 2024 году будет осуществляться государственный мониторинг пшеницы, как мягкой, так и твердой. В целом, по пшенице в России, что хотелось бы сказать. Как я уже упоминала, урожай был получен выше 90 миллионов тонн. Из них обследовано в декабре Центром оценки качества зерна порядка 64 миллионов тонн. И Центром была проведена оценка по классности зерна. Обратите внимание, что пшеница уровня третьего класса, ее было получено ниже, чем даже в предыдущие годы. То есть на уровне 27%, а четвертый класс составил 47%. То есть в целом, надо сказать, что получение третьего класса, скажем, среди них, наверное, выделился 21 год, когда было получено достаточно много пшеницы третьего класса. То есть что в 2022, что в 2023 году, все-таки больше получили именно пшеницы четвертого класса и урожа. На экспорт уходит в основном четвертый класс. То есть согласно данным за 11 месяцев 2023 года, доля четвертого класса составляет 85% в экспорте. То есть третий класс, который составил 10%, в основном остается в стране. Согласно динамике внутренних цен на пшеницу, здесь приведены данные с февраля 2023 года по февраль 2024, наиболее рентабельным остается получение пшеницы третьего класса. То есть получение четвертого класса, безусловно, также важно, тем более потенциально уходит на экспорт, но при этом важно соблюдать качественные показатели. Ну, собственно, согласно данным на февраль по агрометеорологическим условиям, здесь можно сказать, что есть угроза вымерзания в уральских и сибирских федеральных округах с учетом сильных морозов и наличия слабого снежного покрова. С точки зрения юга в начале февраля было продолжение вегетации, и в дальнейшем эта ситуация немножко приостановилась. С точки зрения Поволжья и Центрального федерального округа здесь достаточно хороший снежный покров, и условия перезимовки удовлетворительные. И говоря об основных выводах по ситуации на зерном рынке, на сегодняшний день необходимо сказать, что получение третьего класса пшеницы действительно рентабельно. И в случаях, когда вам необходимо оптимизировать затраты, но при этом сохранить урожай на определенном уровне, подумайте о том, что применяя качественные препараты, при этом вы можете оптимизировать норму высева. И зачем сеять больше, если вы можете получить тот же самый уровень урожайности?